Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Движение по Фрунзенскому мосту откроют в сентябре следующего года. Оно будет шестиполосным и соединит берега Самары, облегчит транзит из Кубишевского района и Южного города. Об этом заявили на выездном совещании на строительстве объекта. Сейчас идет подготовка для опускания всей конструкции на опоры. К середине декабря планируется этот процесс завершить. После начнется бетонирование пролетов моста. Параллельно идет строительство первого и восьмого пролетов. Подпорных стен со стороны улицы Фрунзе и обустройство развязки на противоположном берегу реки, на улице Шоссейной. Кроме того, обсудили организацию работы общественного транспорта, распределение транспортных потоков. Трамвай имеет преимущество перед автомобилями. При существующем варианте расположения путей это серьезно затруднит заезд и выезд легкового транспорта с Фрунзевского моста. Чтобы не допустить пробок, рассмотрят вариант переноса трамвайных путей. Также прорабатывается возможность строительства тяговой подстанции и прокладки линий электропередачи, для того, чтобы по объекту можно было запустить движение троллейбусов, освободив тем самым старый мост от нагрузки. Пособие по безработице в России вырастет вдвое с 1 января следующего года. Кроме того, правительство установило новые условия выплаты гражданам предпенсионного возраста. Согласно документу, минимальная и максимальная величины пособия по безработице установлены в размере 1,5 и 8 тысяч рублей соответственно. Для граждан предпенсионного возраста это 1,5 тысячи и 11 тысяч 280 рублей соответственно. В Самарской области хотят запретить шуметь после 8 часов вечера. Депутаты собираются ужесточить областной закон о тишине. Отмечу, что сейчас в регионе запрещено шуметь по будням с 10 часов вечера и до 8 часов утра. В случае принятия поправок запрет будет действовать по будням с 8 вечера и до 8 утра, а по выходным с 8 вечера и до 10 часов утра. Изменения могут быть приняты на ближайшем пленарном заседании областного парламента. Без крыши. Уже почти три месяца люди живут в центре Самары. Летом загорелось соседнее здание, огонь перекинуло на кровлю жилого дома. Она полностью сгорела и нуждается в капитальном ремонте. Жильцы оббегали все инстанции, но нигде не могут найти помощи. Чем опасна сложившаяся ситуация и в каких условиях сейчас живут люди, расскажет наш корреспондент Мария Левина. В конце августа этого года из-за пожара соседнего 133-го дома по Фрунзе пострадал 135-й. Если первый дом сгорел полностью и жильцов переселили, то во втором пострадало кровельное покрытие. Огонь перекинуло на крышу здания и деревянные перекрытия сгорели полностью. После происшествия в дом приходила комиссия, составили акт. Вердикт однозначный – крыша не перезимует. Капитальный ремонт необходим, говорят жильцы. Если на нее упадет снег, крыша рухнет, потому что все стропила, деревянные перекрытия, они там все сгорели. Железное покрытие – единственное, что спасало жильцов до сегодняшнего дня, снесло ветром. Половина дома остались фактически без крыши над головой, сетуют жильцы, а это семь семей. Управляющая компания отправила жителей в фонд капитального ремонта, но там все работы поставили на 2025 год. Жильцам предлагают обойтись без кровли еще семь лет. Ответственные организации людям обещали с проблемой помочь, но время проходит, а вот за дело браться никто не спешит. Между тем ситуация накаляется. Мы очень боимся, я вот боюсь, что когда выпадет снег, и эта крыша сложится, и я так думаю, что она поедет вниз. Если ветер так просто снимает железо с крыши, просто ветер, и там все гнилое, то мне кажется, я боюсь, как бы людей не убило, когда она поедет вообще оттуда. До зимы осталось всего ничего. С каждым днем опасения людей возрастают. Страшно не только за дискомфорт, страх уже за жизни. Ведь людей на руках акт, который подтверждает все их беспокойства. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. На конкурс проектов по реконструкции загородного парка поступило 86 предложений. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы прислали также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. В конкурсе принимают участие две зарубежные команды архитекторов из Астаны и Пекина. Примерно треть работ выполнили студенты старших курсов архитектурно-строительных университетов страны. В ближайшее время в одном из общественных пространств города пройдет выставка проектов конкурса, на которой самарцы смогут ознакомиться с концепциями реконструкции загородного парка. 23 ноября состоится итоговое заседание жюри, которое выберет победителей и призеров. 20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечать его ежегодно рекомендовала Генеральная ассамблея ООН после принятия резолюции 1954 года. Этот день стоит по максимуму посвятить проблемам, направленным на улучшение качества жизни всех маленьких жителей планеты и обеспечить им счастливое детство. Дата 20 ноября выбрана не случайно. Оказывается, именно в этот день, в 1959 году, принята декларация о правах ребенка. Различные детские фонды, в том числе и организация ООН, направляют обширную деятельность и разрабатывают специальные программы с целью улучшения детского здоровья с момента зачатия до самой юности. В Самаре до января откроется новый детский сад. Он рассчитан на 230 мест. Дошкольное учебное заведение появится в Куйбышевском районе. Кроме того, начато строительство нескольких детсадов в Кировском районе на 240 мест каждый. Плюс в центре Самары начат процесс возвращения зданий бывших детских садов. Мать с детьми выехала навстречку. Сын и дочь попали в больницу. После столкновения врезалось столб и ЧП на железной дороге подняло по тревоге экстренные службы. Об этом расскажем в продолжении выпуска. Мать выехала навстречку. В результате двое детей оказались в больнице. ДТП с пострадавшими несовершеннолетними произошло в Сызрани 19-го числа. Женщина с сыном 13-ти лет и 8-летней дочерью ехала на автомобиле Киа по улице Первая линия. По неизвестной причине она выехала навстречку и врезалась в фургон Volkswagen, который после этого опрокинулся. В результате аварии дети автоледи, несмотря на то, что были пристегнуты, получили ранение. Им потребовалась госпитализация. Еще одно ДТП с пострадавшей произошло в Самаре. Водитель 1983 года рождения на автомобиле Renault Duster ехал по улице Ленинская. Он не уступил дорогу автомобилю Hyundai и столкнулся с ним. За рулем была девушка 1998 года рождения. После столкновения она не справилась с управлением и врезалась с дерева. Девушка получила телесные повреждения и на попутном транспорте была доставлена в медицинское учреждение. Проверяли бдительность охраны, подняли на уши все тревожные службы. Во вторник, 20 ноября, на Куйбышевской железной дороге случилось ЧП. На станции Лепеги на одной из вагонов цистерн обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. На место прибыли саперы и экстренные службы. Но обнаружилось, что это всего лишь муляж. Оказалось, что его установили работники компании-перевозчика, чтобы проверить, как бдительно охрана несет службу. Теперь правоохранительные органы будут проверять законность действий самих проверяющих. В Самарской области ожидаются метели и снег. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории всего региона. По их информации, в областном центре ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем во вторник была в пределах 5 градусов мороза. Были небольшие осадки, но уже в среду столбик термометра отпустится до минус 8. А в большинстве районов выпадет небольшой и умеренный снег. Ожидается слабая метель. Рамистерегулов снова выступит в профессионалах. Тольяттинская лада выбыла из розыгрыша Еврокубка. И военные летчики готовятся к очередному матчу в чемпионате ВХЛ. Об этом более подробно в обзоре наиболее заметных спортивных новостей в жизни региона. Рамистерегулов проведет очередной бой в профессионалах по правилам смешанных единоборств. 20 декабря Самарец снова войдет в клетку. Противостоять ему будет именитый спортсмен Константин Глухов. Человек в мире боевых искусств известный. Для нашего земляка это будет действительно испытание. Рамистерегулов уже начал тренироваться. Также стоит отметить, что сейчас Волжанин находится на выигрышной серии. Рамистерегулов победил в трех поединках подряд, попутно завоевав пояс чемпиона мира. Настроение у него боевое и перед предстоящей дуэлью с Константином Глуховым. В ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Венгрии Лада проиграла клубу «Шеофок» из одноименного города со счетом 26-37 и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы. Увы, но наши девушки не смогли что-либо противопоставить иностранному клубу. Хотя шансы на победу у Волжанок были, теперь Лада сосредоточится на чемпионате страны. В национальном первенстве у Тольятти на комбициозные планы. Исключительно борьба за золото элитного дивизиона России. Тем временем военные летчики готовятся к очередному матчу в чемпионате ВХЛ соперник команда «Саров». Поединок пройдет на Самарском льду 23 ноября. По сути, ЦСКА ВВС выглядит фаворитом в этой дуэли. Наша команда набирает очки и продолжает приближаться к середине турнирной таблицы чемпионата страны. А вот соперник – один из явных аутсайдеров нынешнего первенства. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.